С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Консервативный прогноз цены на нефть. Именно такой подход должен быть использован при проектировке бюджета страны на 2017-2019 годы. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Сегодня он провел совещание, на котором обсудил основные подходы к формированию бюджета на предстоящий трехлетний период. Напомню, после короткого перерыва, связанного с нестабильным финансово-экономическим положением, Кабинет министров принял решение вновь вернуться к долгосрочному бюджетному планированию. Правда, на многие вопросы, от которых зависит бюджетная ситуация, ответов до сих пор нет. В частности, не так очевидно, в какую сторону снова могут развернуться нефтяные котировки. Сейчас стоимость барреля немного увеличилась. Но, напомнил Дмитрий Медведев, аналогичная ситуация была и в прошлом году, когда в первом квартале нефть торговалась на низких значениях, потом произошел рост до 60 долларов, а затем вновь случился обвал. Поэтому на будущее необходимо закладывать консервативный прогноз по цене. В целом, основные требования к главному финансовому документу страны на следующие три года практически ничем не отличаются от установок для бюджета текущего года. «Конфигурация бюджета должна быть такой, чтобы выполнять все социальные обязательства. Мы должны и будем искать резервы, чтобы поддержать тех, у кого доходы небольшие, кто действительно нуждается в нашей помощи», указал Дмитрий Медведев. Это касается пенсионеров, семей с детьми и людей с ограничениями по здоровью. Наконец, правительство продолжит бюджетную поддержку ключевых отраслей, промышленности и сельского хозяйства. Сохранение экономической стабильности – это ключевая задача основных направлений бюджетной политики в Ненецком округе. В конце прошлого года округ впервые вышел на получение кредита. Как было отмечено на коллегии Минфина, долговая нагрузка растет у многих субъектов федерации. Долги регионов сегодня составляют более 2 трлн рублей. Первый квартал текущего года закончили с дефицитом 50 регионов. В прошлом году таких было всего 28. В 2015 году бюджет Ненецкого округа на 2016 год был разработан не на три года, а только на один. В текущем году планируется возврат к трехлетнему бюджету. Главная задача – бюджет, соответствующий новой реальности на сырьевых рынках и обеспечивающий развитие нашей экономики. Наш регион готовится к возможным рискам недополучения прогнозируемых доходов. Мы разматриваем различные сценарии. Планируемые доходы округа уже уменьшены на 340 млн рублей. На прошедшей сессии окружного собрания депутатов были внесены изменения в закон о бюджете на 2016 год. Дефицит нам удалось сократить с 20 до 17,1%. При этом расходы, связанные с социальной сферой, не уменьшались. Социальные обязательства бюджета будут исполняться в полном объеме. Что касается государственных программ Ненецкого округа, это не только инструмент исполнения расходных обязательств. Они должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. Ответственным исполнителям государственных программ предлагается повысить качество работы, анализировать причины недостаточного исполнения, систему показателей и планирование мероприятий госпрограмм. По итогам 2015 года исполнение госпрограмм Ненецкого округа составило 97,8%. В 2015 году на реализацию всех государственных программ в округе было запланировано 18,9 млрд. рублей. Фактическое же исполнение 18,5 млрд. рублей. В том числе средства федерального бюджета в сумме 750 млн. рублей. Наиболее емкими по расходной части программами являются программы развития здравоохранения, развития образования, оказания социальной поддержки населению, развития транспортной инфраструктуры. На все эти программы, на каждую из них, средний объем расходов составлял от 2 до 3,5 млрд. рублей. Так, по итогам 2015 года нами подготовлен сводный годовой доклад о ходе выполнения государственных программ. Данный доклад был рассмотрен и одобрен на заседании администрации округа 19 апреля. Основной подход к оценке эффективности государственных программ – это фактическое использование бюджетных средств, выполнение достижения целевых показателей, установленных каждой государственной программой, и выполнение установленного перечня мероприятий, предусмотренных каждой программой. Так, по итогам анализа за 2015 год из 24 государственных программ, 8 государственных программ реализованы с высоким уровнем эффективности, 11 программ с удовлетворительным уровнем эффективности, и по 5 государственным программам есть отклонения фактических достижений от планируемых более чем на 25%. Всего в 2015 году было запланировано 416 целевых показателей. Из них выполнено на высоком уровне 345 показателей, 32 со средним уровнем эффективности и 39, к сожалению, с неудовлетворительным уровнем эффективности. Формирование значительных бюджетных дисбалансов требует жесткого подхода к расходованию бюджетных средств. В целях эффективного планирования источников финансирования дефицита окружного бюджета ежемесячно ведется подневное распределение кассового плана по расходам. Ужесточается кассовая дисциплина с целью недопущения возникновения к концу текущего года и в последующие годы проблемы бюджетного навеса. Также планомерно повышается качество и доступность информации о бюджете для граждан. Новые удобства для гостей и туристов В Наримаре установят знаки туристской навигации. Они появятся в местах массового пребывания гостей и туристов города. Виноваты сами. Зона отдыха на факеле осталась без освещения из-за уличного хулиганства. В 2016 году с нынешних 20 до 25 тысяч рублей. Таким образом, Верхняя палата пошла на принятие антикризисной меры, направленной на поддержку семей с детьми. Обсуждая документ, сенаторы уточнили. Единовременная выплата в 25 тысяч рублей из средств материнского капитала является мерой поддержки, на которую могут рассчитывать все семьи, проживающие в России. Причем неважно, живут ли они в достатке, либо нуждаются. Однако, есть одно условие. Семья должна иметь право на получение сертификата для получения материнского капитала. Действие нового закона распространяется на тех, кто получит право на государственный сертификат до 30 сентября 2016 года включительно, то есть, если до этой даты родился второй ребенок. Тогда заявление на получение сертификата и единовременной выплаты можно подавать одновременно. При этом важно учесть, у законопроекта есть временные рамки. Его положение применяется до 31 декабря 2016 года. А подавать заявление о предоставлении выплату следует не позднее 30 ноября. Предполагается, общее число граждан, которые могут обратиться с заявлениями на получение выплаты, превысит 2 миллиона человек. В Ненецком округе вновь отмечен рост рождаемости. За первые 5 месяцев текущего года родилось 306 детей. Это на 17 новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего родилось мальчиков – 163 малыша и 143 девочки. От общего числа новорожденных с начала этого года 99 младенцев – первенцы в семье, 59 – вторые, 112 – третьи дети в семье, 22 малыша – четвертые, пятыми в семье стали 4 ребенка и 3 новорожденных – шестыми. Таким образом, число многодетных семей в округе увеличилось на 141. За весь 2015 год в округе появилось 210 многодетных семей, имеющих трех и более детей. В профильном департаменте увеличение рождаемости детей в Ненецком округе связывают с реализуемыми в регионе мерами социальной поддержки. Всего семьи и дети получают порядка 35 мер соцподдержки. Реализация планов индивидуальной профилактической работы с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, и организация служб примирения в школах нашего округа. Эти вопросы обсудили на заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она прошла в администрации округа и объединила представителей заинтересованных сторон. Работа по признанию семей неблагополучными в регионе ведется регулярно. С конца 2015 года и по июнь месяц текущего в округе на учет в качестве неблагополучных поставлены две семьи и двое несовершеннолетних, признанные находящимися в социально опасном положении. В городе за этот же период было рассмотрено пять случаев о фактах выявления социального неблагополучия детей или семей. Но ни одну из них так и не признали находящимися в социально опасном положении. По словам заместителя мэра города Елены Липуновой, виной всему сроки рассмотрения документов. Между тем, дети продолжают жить в опасных условиях. Тем не менее, действительно, можно некоторые решать вопросы по телефону, не дожидаясь, когда придет бумага. Потому что мы ведь тоже работаем в ручном режиме по многим вопросам. И если выдерживать все сроки, которые идут, то даже допуск к работе у нас педагогической будет с вами происходить после почти года. В целях совершенствования межведомственного взаимодействия решено создать рабочую группу. Усключением всех представителей системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. На каждому из членов комиссии поручено вынести конкретные предложения по улучшению работы. Мы должны будем посмотреть, что нам необходимо сделать так, чтобы человек не выпадал, как Нина Алексеевна, вы говорите, да, не выпадал ни ребенок, ни семья из поля зрения. Так, чтобы мы постоянно это могли делать. И если мы кто-то определили или увидели, что ребенку необходима помощь в данном случае, то мы тоже можем ставить сигнал и на городскую комиссию, на комиссию заполярного района, если мы это определили либо в своих поездках, либо в других каких-то, может быть, в том числе и неформальных общениях. Разрешение спорных моментов зачастую требуется не только в семье, но и в образовательном учреждении. На это направлен проект «Медитация или примирение». Но он, по словам специалистов, на данный момент либо не реализуется, либо реализуется частично. А между тем, проект нацелен на полное становление медиации в образовательном учреждении и должен стать высокоэффективным инструментом урегулирования споров участников образовательного процесса. Именно те конфликтные ситуации, когда учитель просто отказывается идти на контакт с родителями, отказывается встречаться с родителями. У меня было обращение к руководителю образовательной организации, чтобы была организована встреча с преподавателем, с родителями в моем присутствии, чтобы решить этот вопрос и эту конфликтную ситуацию. Руководитель написал, что он считает нецелесообразной эту встречу. Руководитель такое вот решение принял. А в результате страдает ребенок, и в результате конфликт не исчерпан. И на сегодняшний день остается очень острый вопрос о профильном обучении данного ребенка. В связи с актуальностью вопроса его решено вынести на дальнейшее обсуждение уже в рамках августовской педагогической конференции. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Анаридмаре появятся знаки туристской навигации. Благодаря им в окружной столице станет легче ориентироваться как жителям, так и туристам, в том числе иностранным. Установка знаков будет выполнена в рамках реализации поручения президента о создании комфортной и доступной туристической среды. Из окружного бюджета на эти цели было выделено около 700 тысяч рублей. Столбы с табличками будут установлены по всему городу и указывать на расположение музеев, храма, сувенирной лавки, спортивных объектов и объектов туристического комплекса. Они появятся на улицах Смедовичева, Учейского, Ленина, Юбилейной, в районе Морского порта и многих других местах. По поручению президента знаки туристской навигации должны появиться до 1 июля текущего года. Будут они коричневого цвета, потому что это международные нормы и мы их придерживаемся. По международным рекомендациям знак должен быть на двух языках. Это английский и это русский. Понятное дело, что у нас, ну для России это русский, да. Понятное дело, что русский будет первый, он будет более большими буквами, английский будет ниже, он будет. Но рабочей группой, которая у нас собралась и были рассмотрены варианты данных знаков, было решено ввести еще третий язык, это ненецкий язык, дабы подчеркнуть наш колорит, наш этнос, чтобы все было красиво. И знаки все будут обрамлены такими рожками ненецкими, ну как у нас везде принято. Все будет красиво, все будет культурно. На сегодняшний день главная сложность установки туристских указателей – согласование со всеми структурами, которые отвечают за дороги в нашем округе. Мост разбитых фонарей. На факеле у моста влюбленных демонтировали освещение. На кардинальные меры администрация поселка Искатели решилась из-за регулярного хулиганства. Только за полгода в зоне отдыха было разбито 30 фонарей. Стоимость каждого начинается от 5 тысяч рублей. Как признаются в администрации поселка, жалко не только деньги, но и затраченные силы на создание зоны отдыха, которой так не хватает местным жителям. Это итальянского производства светильники. Они рассчитаны на нагрузку 4,5 тонны фонарик. Ну, наша молодежь умудрилась 4-2 разбить. Один стоит 492 евро. И делают их в Италии. Инженер по благоустройству поселка Искатели Юрий Иванович сокрушается о потерянных времени и деньгах. Зона отдыха у моста влюбленных с каждым днём теряет свой прежний вид. Один за другим оказываются разбитыми фонарей, освещающие мост и прогулочную дорожку. Количество испорченного имущества пугает и огорчает одновременно. За полгода хулиганы разбили 30 фонарей. Наша молодежь так проводит культурно отдых свой на этих объектах. Бьют, ломают. Хотя здесь стояли фонари антивандальные. Ну, и тем не менее, наша молодежь умудрилась почему-то взять, разбить частично вот это всё освещение, которое идёт вдоль беговой дорожки. Пока осветительные установки не испортили окончательно, администрация поселения приняла решение о демонтаже. Теперь гулять по мосту и аллее придётся в темноте, особенно зимой. Как выйти из сложившейся ситуации, власти посёлка не знают. Установка камер видеонаблюдения обойдётся в немалую сумму, которой в муниципальном бюджете в этом году не найти. Обращение в полицию пока не получило результатов. Хулиганов ещё не нашли. Однако, изучая опыт других городов, можно почерпнуть немало полезного. Власти Сургута, где регулярно портят топиарные фигуры из кустарников, возлагают надежды на эффективную работу с подрастающим поколением. В Краснодарском крае юных вандалов за разгром 50 уличных фонарей отправили под суд. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Где-то места отдыха закрывают для посещения в ночное время или ставят дежурный патруль. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Онлайн-камера как колоссальный инструмент для силовиков в части контроля и предупреждения ЧАЭС, а также уникальная возможность проследить за погодой в округе в режиме реального времени. Директор Нинской компании электросвязи Владислав Песков презентовал проект «Облачное видеонаблюдение» или «Окно в округ». Подобный сервис активно используется в мире и многих городах России. Теперь к ним присоединился и Наринмар. В этом году жители Наринмара и всего округа могли в режиме реального времени наблюдать, как проходит ледоход. Такую возможность они получили благодаря установке одной из первых онлайн-видеокамер в рамках облачного видеонаблюдения. Сегодня подобных камер уже семь, и каждая имеет свое практическое применение. Так, одна из камер нашла свое место в Нинницком заповеднике. Для того, чтобы они могли тоже контролировать ситуацию, потому что, как рассказывают сотрудники заповедника, есть умный голубь, который на клетку забирается. Ну, вот так бывает, а все-таки это зверь опасный. Возможность оценить ситуацию в округе и даже предупредить чрезвычайные ситуации. Онлайн-камеры также установлены в муниципальных образованиях. Так, эта небольшая помощница помогла оценить ситуацию во время половодья Воксина. Для того, чтобы увидеть все своими глазами, достаточно зайти на сайт Нинницкой компании электросвязи, пройти в раздел «О компании» и найти участок видеонаблюдения, который вас интересует. На этом сайте кам.ру есть карта, которой вот показана река Печора и вот где у нас на сегодня есть эти онлайн-камеры. Вот, подводим, покажу. Вот, Пселтный Минус, Воксина, вот, Вустье есть. Вот, ну вот, поближе зайдем на Риммар. Ну, и в Риммаре. Вот, одна на площади стоит, одна на Ленина, и вот одна на лесозаводе. Такую камеру специалисты НКС могут установить в любом месте. Подобный сервис активно используется во всем мире и во многих крупных городах России и показывает высокую эффективность. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе развивается новый вид туризма. В регион приехали орнитологи из Норвегии. Цель визита – наблюдение за птицами и сооружение пункта наблюдения для бёрд-вотчинга. В заповеднике Ненецкий стартовал проект «Баринсбёрдинг» – наблюдение за птицами в Баринсовом регионе. Финансирует проект норвежский баринс-секретариат. Партнеры – государственный природный заповедник Ненецкий и норвежское архитектурно-орнитологическое бюро «Биотоп». Турмут Амуцен и Эллин Тарангер – учёные-орнитологи и архитекторы бюро «Биотоп» – уже много лет занимаются проектированием и строительством наблюдательных пунктов за птицами. Задача, на первый взгляд, простая. На практике требует обширных знаний, где, кроме орнитологии, геология и география не на последнем месте, а ещё владение современными техническими средствами. По проектам норвежских учёных уже построены наблюдательные пункты в Исландии, Великобритании и разных регионах Норвегии. В России Турмут Амуцен и Эллин Тарангер впервые по приглашению заповедника Ненецкий. «Здесь прекрасная станция, которая также служит центром кольцевания птиц. Мы использовали её в качестве базового лагеря для путешествий на три острова. И очень большое разнообразие птиц, видов, очень интересные места. И, конечно, это будет вызовет большой интерес у наблюдателей, у всех любителей птиц в будущем, у туристов, исследователей. Мы разрабатываем несколько видов укрытий для наблюдения за птицами. Это фотоукрытия, либо просто наблюдательные вышки. И, конечно, для каждого места будет подобран свой тип». Это очень важно, чтобы у наблюдателей, а это учёные и специалисты заповедника в первую очередь, и туристов-любителей были комфортные условия. Наблюдение за птицами – процесс длительный. Не менее важно, чтобы появление сооружений в местах массового обитания птиц не мешало их естественным привычкам. По мнению норвежских учёных, мир птиц островов заповедника Ненецкий уникален. «Нас, конечно, поразило разнообразие видов птиц и количество птиц на территории заповедника. Для нас новые виды были такие, как желтоголовая тресогуска или мародунка. Мы их видели впервые здесь. Они не обитают на территории Варангер, откуда мы приехали. И некоторые виды птиц, они прямо гнездятся рядом со станцией, с базовым строением. То есть это для нас очень даже удивительно, что они прямо здесь свели гнёзда и живут здесь». Сегодня только в Великобритании за птицами визуально и с помощью оптических приборов наблюдают более семи миллионов любителей, состоящих в различных обществах и клубах. Любительская орнитология как вид познавательного туризма развивается во всём мире. Сведения, которые собирают любители, помогают в исследовательских работах учёным разных стран. На территории нашего округа обитают 138 видов пернатых. Из них 121 вид – перелётные. «Второй этап планируется в середине марта следующего года, когда представители заповедника смогут приехать в Варангер и посмотреть те образцы проектов, которые были уже реализованы на территории Варангера, посмотреть, опробовать эти пункты и выбрать оптимальные варианты для заповедника». И учёным, и любителям есть что изучать. И их исследования будут способствовать развитию науки, туризма и укреплению дружеских связей наблюдателей разных стран. Первый этап проекта «Ознакомительный» прошёл успешно. Во всех поездках норвежских учёных сопровождает их дочь Лила – юный орнитолог. Её мнение о природе севера в переводе не нуждается. Анастасия Саботович, Мария Кравченко, Антон Водряков. Телеканал «Север», Заповедник, Ненецкий. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова